Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Станислава. Интересуемся, готовлю он к проверке, доверит ли он нам свое биополе наперед сеанса. Доверит. Я даю команду на Щ-3. Скэнер сканирует пространство над головой Станислава, под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Станислава, находит все. В нем свет какой-то. Свет. В нижней части туловища. Хорошо. Неупокойная душа. Да ты что, неупокойная душа пришла. Хорошо. Съем его намерение, неупокойная душа выходит и идет в клетку-тюрьму. Это дедушка, у него палка. Он что, машет палкой? Нет, он опирается на нее. А, хорошо. Мы приветствуем неупокойную душу. Представьтесь, как нам обращаться к вам. Олег. Олег. Приветствуем вас, Олег. Как вы попали в это биополе? Свет увидел. Хорошо, Олег. Так, как давно вы покинули земную воплощение? Закончили? В 2004 году. А почему же так долго не уходили? Почти 20 лет? 19 лет. Что случилось? Я только выгляжу. Так. Мне 53 года на самом деле. И как закончили воплощение? Что случилось? В возрасте. Психологической клинике. Психологическая клиника. Залечили. Таблетками? Уколами? Я говорил им, я вижу, а они меня пичкали. Понятно. Мы тоже видим это все. Очень жаль, что у вас такой опыт. С первым мстить хотел. Врачам? Врачам и тем, кто поместил меня туда. Я ведь правда себя сумасшедшим считал. А на самом деле не был. Оказывается, видел больше, чем другие. Мы тоже видим. И действительно люди воспринимают это так. То, что они не понимают, они этого боятся. Но в этом случае, когда человека помещают в психическую больницу, это уже какое-то было массивное воздействие. Это родственники ваши были? Да, мне 20 лет было, когда я чувствовал и видел. Посторонние вибрации влияли на мой биоробот. Аллергический. И я чесался. Иногда кричал. Хотели добра, но залечили. Как раз от этого мы и избавляем. Очень жаль, Олег, что вы к нам не попали при жизни. Наверняка мы бы убрали эту сущность, которая вам так досаждала. Даже не знаю, что вам сказать в этой ситуации. Очень жаль, что так получилось. Какой вот опыт получил. Понимаю. Это по программе было у вас или это был сбой какой-то программы? Сила воли не проявил. Понятно. Надо избежать этого заточения. А, был такой шанс. Альтернативно не мыслил. Понятно. Но определенный опыт получил. Ни о чем уже не жалею. Хотел бы дальше пойти. Олег, а 19 лет где вы находились-то? Такой долгий срок. Ходили от одного к другому? Путешествовали? Сперва выяснял отношения. Искал виноватых. Сожалел. Жалел себя. А потом все переозмыслил. Нашел много хорошего в этом. Нашел опыт, который получил. Это бесценный опыт на самом деле. Между жизнями или после жизни. Я надеюсь, этот опыт пойдет вам на пользу. Пока не начнешь осознавать, не сможешь двигаться и продвигаться. Абсолютно верно. А я, выйдя из биоробота, все еще жил в чувствах и эмоциях долго. Не мог отпустить. Не мог. Понятно. Олег, это все закончилось. Через пару мгновений я открою вам портал в Чистилище. Светлый портал. Ваш куратор будет вас встречать. Возможно, друзья придут вас встретить. Это будет приятный момент. После 19 лет, которые вы последние провели здесь. В Матрице. Вы готовы уходить? Готов. Хотел бы поблагодарить. Станислава. Станислава и вас. Это последнее, что я могу сделать. Матрица Земли в этом воплощении. Отлично, Олег. Поблагодарить. Благодарим. Принимаем вашу благодарность. Послаем вам нашу энергию любви. Пусть она вам помогает в дальнейшем воплощении. Я уверен, что следующее воплощение у вас уже будет намного интереснее и лучше, чем это, которое было. В моей душе это важно. Я ведь всю жизнь обвинял, а поблагодарить научился. После жизни. После жизни. После смерти. Это ценный опыт, Олег, по-любому. Вы его взяли с собой. Бывает и так. Абсолютно верно. Смотрите только вперед. Желаем вам от нас, с Верой и Станиславом, всего наилучшего в вашем следующем воплощении и проработке всех ваших программ. И на счетри открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. И Олега, куратор, приходит, встречает его. Все друзья, все, кто его знали, все, кто там приходит, встречает его. И мы прощаемся с Олегом. Желаем ему всего наилучшего. Он уходит в этот портал. Портал открылся, там свет огромный и яркий. Он даже рукой закрыл глаза. Его втянуло туда. Отлично. Закрылся портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Итак, Вера, больше у нас ничего нету, кроме неупокойной. Скэн прошел? Нет, ничего нет. Хорошо. Давай тогда выдавим все негативное. Включаем внутренний белый свет. Станислава, один, два, три. И этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкой операционной. Энергии, эмоции, вибрации, находясь в его биополе. Один, два, три. Пошел свет. Свет выдавливает эти энергии. Они формируются в шар перед ним. У него много информации. Какая-то не успевает усваиваться и находится в нем. Информации просто витает. Пока не уселась она еще. Шар вышел. Открывай портал в галактическое ядро под шаром. Шар уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Станислав. Я обращаюсь к тонкой копии Станислава. Станислава, ваш биоробот сегодня пытался там кого-то изгонять. Было что-то или это показалось, или это была неупокойная душа? Значит, сегодня не было, но было показано, как может быть, что надо быть постоянно на чеку. Отлично. Значит, это была просто демонстрация того, что может быть, визуализация, как предупреждение. Видят они силу. Они видят силу. Понятно, хорошо, отлично. Благодарю за это. Силу изменения. Раз видят, значит, будут бояться. Отлично. Посмотри, сколько энергии нужно Станиславу и какая частота вибрация? 240, 25. Значит, ремокушку головы Станислава. начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 240% каждый. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Значит, ему идут энергии по чакрам, и идут лирианские энергии, его родные. Он спрашивал, как они выглядят. Но я их вижу, как поток. Столб белым цветом. Светящимся. Хорошо. Поднимаем частоту вибрации до 25 Гц. Пошел подъем. И у этого столба небольшие, как лучики расходятся в разные стороны. Цветные? Нет, белые. Белые. Хорошо. Там нет желтого или голубого. Есть белый такой цвет. Но не матовый. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия, вибрации гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Станислав. Будем возвращать вас назад, ваш биоробот. И сразу перейдем к чистке дома. Готово. Хорошо. Дом ты видела. Отключаемся от объекта. И на четыре переносись к входной двери дома. Один, два, три. Ты стоишь перед домом. Я здесь. Входи в дом. Да. Я даю команду на четыре. Да, установилась клетка. Хорошо. Кто у нас там? Значит, клетка установилась в комнате, где камин, где лестница выше. Хорошо. В этой части. Арахноид. Арахноид. Синий дракон. Синий дракон. Черт. Черт. Три воронки. Три воронки. Кто-то прячется? У него фантомы какие-то там белые. Хорошо. Что это за фантомы? Животных? Нет. Людей? Они низковибрационные. Ну, откуда они взялись? Ставим монитор. Пошла информация, откуда эти фантомы взялись. Часы. У него есть часы. И что с ними? На стене. Они не нужны там. Они не нужны где? В доме вообще? Они связаны с этими фантомами? Они каким-то путем делают время хаотичным. Мне показывают два места. Одно в комнате. Где-то с правой стороны на стене они белые. И я не помню, что это часы или что-то черное. Круг такой. Это самый верхний этаж. Над столом. Комната ребенка. Вот эти две вещи делает хаотичное время в доме. Хорошо. Будем разбираться. Три воронки у нас. Под ними открывается воронка в галактическое ядро. Портал. Засасывай туда. Три воронки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноид. Выходи. Собирай всю свою паутину в доме. Все свое потомство. Ничего не забывай. Если что-то я найду при проверке, ты уже никуда не уйдешь. Приступай. Наверху он, да? Под крышей. Да, он много где. В шкафах. Да. Потомство есть? Паутина он только снимает по углам. В шкафах есть потомство. Да, есть. Снял. Хорошо. В этот дом тебе запрещается больше заходить. Ты больше сюда никогда не войдешь. Тебе это понятно, арахноид? Он предчувствовал, что этим кончится. Понятно им. Конечно, если предчувствовал, так значит этим и кончилось. Энергии поменялись в доме. Все правильно. Готово уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. И арахноид уходит на свою частоту, забирает все, что принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хорошо. Синий дракон. Считай цифры над головой. 3626. Синий дракон. Тридцать тысячный уровень, это не случайно здесь находится. Зачем ты ему мешал развиваться? Не мешал, я наблюдал. И как? Ты не воровал никаких энергий? Ты не мешал ему? Нет, наблюдал. А в трансе ты ему ничего не показывал? Пока нет. Сколько ты находился в этом доме? Находишься? Подожди, он еще отвечает на предыдущий вопрос. Он говорит, что он ждал, пока он окрепнет и начнет выходить за матрицей земли. И вот там можно было ему что-то показать. Ну, мы встречали дракона. Опугать в самом начале, это не мой уровень. Хорошо, синий дракон. Сколько ты находился в этом доме? В ожидании? 7 месяцев. 7 месяцев. Я хочу сейчас, чтобы ты вышел, собрал все, что ты в этом доме установил и вернулся в клетку. Приступай. Второй этаж у него. Второй этаж его, хорошо. Но не весь. Здесь коридор, комната, два склада, что-то там, туалет. В общем, он был возле комнаты, где Станислав работает. А как это воздействие твое он ощущал? Твои платы? Пока никак. Нет у него пока еще этого. Я ожидал, когда он станет равноправным соперником. Чем ты питался все это время? 7 месяцев? В доме хватает энергии. Понятно, хорошо. Он снялся. Хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь в это биополе. Даю слово. Хорошо. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что с собой принес. Уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Он говорит, интересные вы люди. Отличаетесь от других. Кто именно? Мы с Верой или кто? Мы все. А, мы все. На вторых имеем. А, хорошо, так и есть, да. Мы отличаемся. Нашел. Хорошо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Считай герцовку черта над головой. Черт. Черт. На тебя тут поступила жалоба от котиков, что ты их мучаешь. Это правда. Он говорит, что меня одного на всех не хватает. Ну, как-то ты управлялся. Ты всем животным надел носочки. На всех твои комочки энергия присутствует. Он показывает. Он показывает. У него много сеток по дому. Сетки просто, красные сетки разбросанные по дому. Небольшие комочки. Он говорит, что здесь много всего. Тогда давай сетки. Животные, дети, порталы. Хорошо. На детях есть что-то? Ты надел на детей что-то? Носочки есть твои? Черт, я ж проверю. Хорошо. Там один ребенок, Вера, или кто? Или двое? На маленького одел. Хорошо. И тонкая копия этого маленького ребенка. Один, два, три. На ком одеты носки появляются перед нами. Один, два, три. Маленькие красные носочки. Отлично. Силом его намерения эти энергии на чистоте черта выходят. Один, два, три. Носочки выходят. Все формируется в шар. Он говорит, что когда он кричит, это как музыка. Все в доме. На всех в доме имеет. Влияние. А ты его забудешь. Реакцию, я бы сказала. Ну, реакцию понятно. А ты забудешь его. Хорошо. И открывая портал в галактическое ядро, носочки уходят на переработку. Возвращая ребенка в его систему. Биоробот душа. Один, два, три. Синхронизируется, гармонизируется, распределяется энергией на всех уровнях. Ребенок еще помнит, кто он. Да ты что? Готова. Отлично. Давай, черт. Тогда выходи. Собирай все свои сетки, все комочки, все одеялки. Все, что ты раскидал в доме. И возвращайся сюда назад. Приступай. Потом будем закрывать порталы вместе. Тебя интересует негатив в доме? Черт. Интересует. Я буду его собирать, просто хотел уточнить, если ты хочешь. Могу тебе отдать. Давай. Ну, будешь мне помогать сначала. И как закроем все порталы, я соберу негатив. Как все здесь почистим, так и отдам тебе его. Сначала собирай все свое. У него под лестницей. Ну, это любимое их место. Туда забиваются энергии. Негативные. И он их там подлавливает. Люди спотыкаются на лестнице. Падали. У него под лестницей. А, под лестницей. Хорошо. Еще он подбирался к коляске. Но знал, что это лох окончится. Крутился вокруг нее. Ну, если бы ты подобрался, ты бы уже никуда не ушел, кроме галактического ядра. Так что, черт. Соизмеряй свои возможности с законами. Поэтому он на животных окосится. Он собрал все. Хорошо. Все собрал. Тогда мы сейчас сразу перейдем к кошкам. И после этого перейдем к закрытию порталов. Я рекомендую на счет три. Тонкая копия кошки Муры появляется перед нами. Один, два, три. Да, она бежит и мяукает. Привет, Мура. Кто тебя тут обижает? Рассказывай. Кто тебе тут жизнь не давал? Она нападает на черта. У нее грудка и передние лапки. В его энергии. Хорошо. Мура, я сейчас все уберу. И включая внутренний белый свет кошечки Муря. Один, два, три. И этим светом она выдалит. И все негативные патогены низкооперационной энергии, находящиеся в ее биополе, а также все энергии на чистоте черта. Все эти носки выходят, формируется все в шар перед ней. Там, знаешь, даже не носки, а негатив, который шел из порталов. И от черта низкооперационной энергии она на груди защищала. Она защищала от порталов. Понятно. Собирала. Собирала на себе. На себя. Угу. Ну, какая смелая кошечка. Она охранник, она это знает. Настоящий охранник. Скажи, Мура. Все вышло из нее? Да, шар. Открывается портал в галактической ядре. Этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И на счетре в макушку головы Муры начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Один, два, три. Энергии пошли кошачьи. И вибрации поднимаются до необходимого комфортного уровня кошечки. Пошел процесс. Она просит хозяев по возможности заполнять ее такими энергиями. Четыре чакры у нее. Потому что ей нужна энергия, чтобы защищать дом. Хорошо. Я обязательно передам Мура твоему хозяину, Станиславу. И он будет тебя заправлять энергиями четыре чакры твои. Она больше защищает. Ей надо больше энергии. Жену и детей, чем Станислава. Он сам справится. Все правильно. Слабых надо защищать. Она наполнилась. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Мура. Она даже сказала не женщина, а детей, а женщина и малыша. Женщина и малыша. Молодец, Мура. Отлично у тебя работа и важная. Теперь скажи мне, ты хотела что-то хозяину передать? Может тебе хочется какой-то особый корм? Может тебе еду какую-то поменять или какие-то другие вещи тебя интересуют? Я ему передам. Он тебе все организует. Есть я желаю? Нет, она благодарна ему, что она в этом доме. Хорошо. Отлично, Мура. Тогда мы тебя будем возвращать сейчас назад в твою систему Биоробот Душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Муры в систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извереньки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Кошка, кстати, наблюдатель. Она наблюдает за другими животными. Контролирует. Хорошо. Ситуацию между ними. Всех своя работа. Готово. Хорошо, отлично. И команду на счет три появляется тонкая копия кошки Бетта. Один, два, три. И Бетта стоит перед нами. Бетта что-то вся запутана. В энергиях красных. Хорошо. Бетта. Ты хочешь, чтобы мы тебе помогли, да? В сетку пополам. В сетку. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Бетта. Один, два, три. И Бетта выдавливает из себя все негативные патогены низкоабберационной энергии. Все эти сетки, все эти носки. Все чужеродное негативное и все, что на чистоте черта находится. Формируется перед ней в шар. Выходит до последней частички из всех ее четырех тонких тел. Обошла сетка шаром. Отлично. Открывая портал в галактическое ядро, сетка уходит шаром на переработку. Закрывая печаты, растворяй. Готово. И в макушку головы Бетты начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Один, два, три. Энергия пошла. Наполняет ее тонкие тела. Чистота вибраций поднимается до комфортного уровня кошечки. Она сама устанавливает, сколько ей нужно. Готово. Хорошо, Бетта, как ты себя чувствуешь сейчас? Поела бы с удовольствием, но есть любит. Хорошо, скажи, что... Не откажется никогда. Не откажется. Хорошо, Бетта, скажи, может быть, тебе хозяину передать что-то от тебя? Может, ты какую-то особую еду хочешь? Я передам. Она говорит, это бы успеть. Тоже верно. Столько ртов. Столько ртов, понятно. А как у тебя такой красивый окрас получился, с такими глазками красивыми? Я еще никогда не видел такой красивой кошки. Она знает, что она красивая? Нет, она не знает. Хорошо. Ты красивая, Бетта. Хорошо. Будем тебя возвращать, если тебе все устраивает. Значит, я добую... Она не знает, как быть с этой информацией, которую ты ей сказал. Насчет чего? Что она красивая. То, что она красивая, это очень хорошо. Ее все за это больше любят. Так лучше? Так понятно? Она чувствует любовь. Отлично. И для отслеживания энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Бетты в ее систему Биоробот Душа. Подключаем к каждому органу каждой клеточки. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. На счет три появляется тонкая копия собаки Милка. Один, два, три. И тонкая копия Милки стоит перед нами. Милки, негативные энергии вокруг нее, серые и носочки. Хорошо. На четырех лапах. Милка, приветствуем тебя. Мешают тебе эти энергии, да? Мешает, а сбрасывать не умеет. Сейчас я тебе уберу все. И включаем внутренний белый свет собачки Милки. Один, два, три. И этим светом она выдавливает, помогая ей весь этот негатив вокруг нее. Носочки выходят, все выходит, все формируется в шар. Пошел процесс. Она как-то крутится, пытается вокруг себя, по кругу. Скинуть и не получается. Да, скинуть пытается. Это я чувствую. Все выходит. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И даю команду. На счет три в макушку головы Милки начинает поступать необходимое количество собачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. У них пять чакр. Пять потоков должно быть. И поднимаем чистоту вибрации до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Она очень преданная. Она даже стесняется своих хозяев. Очень благодарная. Милка, не надо стесняться. Тебя все любят в доме. Так что чувствуй себя дома. Это твой дом. Потому что ты благодарна. У меня страх остался. Где? Внутри страх у нее есть. Хорошо. Сейчас я даю команду. На счет три этот страх в ней загорается красным цветом. Где бы он ни находился. Внутри нее комком. Хорошо. Милка, ты хочешь избавиться от страха? Она не знает как. Я тебе помогу сейчас. И подхожу к ней, помогая моей энергией. На счет три мы выдавливаем этот шар страха из нее. Один, два, три. Пошел свет ангельский. Выдавливает этот негатив с нее. Этот страх он формируется перед ней в шар. Пошел. Большой? Нет. Открывая портал в галактическое ядро, этот шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Милка. Как ты себя сейчас чувствуешь после освобождения от этого всего? Она благодарна. Вот собачка. Она даже кивает. Умеет, конечно. Молодец. Ты мне скажи, что-нибудь передать хозяину? Может тебе какой-то корм отдельный хочется? Может тебе какую-то игрушку хочется? Я ему передам, он тебе достанет. Скажи. Что тебе хочется? У нее очень много любви ко всем, кто живет в доме. Хорошо. Она ничего не хочет. Только так, чтобы было. Так и будет. Тебя все любят, и ты всех любишь. Отлично, Милка. Значит, тогда мы тебе помогли, и будем тебя сейчас назад возвращать. Больше тебе ничего мешать не будет. Мы закроем сейчас все порталы, и ты будешь здесь хозяйкой, как и раньше. И для усвоения энергии вибрации возвращаем Милку в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Идет синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Хорошо. Мы закончили с животными. Давай тогда сейчас черт покажет нам, где порталы. Пошли, черт, показывай, где находятся порталы. Я буду их закрывать, а после того, как закрою, соберу тебе негатив. Пошли. Вот в камине первый находится. Камин. Под камином внизу открывай воронку в галактическое ядро, и туда этот портал засасывается. Фантом портала все частицы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Пошли дальше. Вход. Вход. Входная дверь. Между двумя дверьми, коридор, вот потолок, потолок, портал между дверьми. Понял. Между дверьми открывается внизу портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала. Все наночастицы, все улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Идем дальше. Портал, кстати, этот космический был. В дверях, да? Да. Ну хорошо, нечего ему там делать. Часами надо будет разобраться и с этим черным пятном, которое ты говорила, плюс фантомы. Значит, на кухне труба, не вся она и часть портала. Под этой трубой... Вход в другое место. Под этой трубой открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала. Все частицы портала улетают на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо, идем дальше. Дальше это ванная с черным потолком, это портал. Под ванной, ванной, внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала. Наночастицы все улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо, дальше. Дальше, я не пойму, это комната. По-моему, это последний высокий самый этаж, третий. Здесь то ли зеркала, то ли какие-то несколько одинаковых таких... Блестящих. Как шкаф, да. Хорошо, видишь это? Да. Внизу, в этом месте, открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала наночастицы, все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Это была комната на самом верхнем этаже, прямо с лестницей в нее попадаешь. Значит, еще ванна на втором этаже под раковиной. Под раковиной внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала наночастицы, все улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Порталов нет больше. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И у меня еще вопрос. Черт, что с этими часами не так? Объясни мне. Они почему-то идут в разрез друг с другом. Иногда время долго тянется, иногда очень быстро пролетает из-за сбоя. Но они в этом доме несут негативную энергетику, я полагаю, да? Они хаос несут. Хорошо, Станиславы должны от этих часов избавиться. И что у нас там еще было? Фантомы у нас стоят, и ты говорила, какое-то черное пятно было где-то, да? Это не черное пятно, это черные. То ли часы, то ли тарелка. Это в комнате над столом. Хорошо, давай сейчас. Вверху, на третьем этаже. Давай перенесемся туда, к этому пятну. Это он черным часам. Да. Открывая под ним портал в галактическое ядро, засасывая туда этот фантом, портал выходит на переработку в чистую первичную энергию. Все энергии негативные уходят туда же. Готово. И переносимся к часам. Да. И под часами, открывая портал в галактическое ядро, все негативные патогены низкой аббрационной энергии уходят на переработку частички этих энергий, все на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Значит, у этих двух предметов такое ощущение, что есть сердце, и оно бьется по-разному, и этим стуком оно создает вот этот хаос. То есть, с одной стороны, это должна быть гармония, как и я, но этого там нет, и наоборот, есть сбой какой-то, они идут в разрез друг с другом. Все понятно. Хорошо, мы передаем. Каким-то образом они чувствуют друг друга в доме, я не знаю, как. Лучший вариант, Станислав, все понятно, избавиться от этих обоих часов, они вам, скорее всего, не нужны, если они такую дисгармонию наводят в этом доме. Хорошо, мы здесь закончили, возвращаемся к клетке. Порталов больше нет, черт, да? Нет. А за фантомы эти, которые стоят в клетке, ты можешь объяснить мне, что это такое? Ну, это вот этот хаос как раз от этих двух предметов, которые витают по дому, и то ускоряет, то замедляет время. Понятно. Ты сказала, оно низковибрационное, да? Да. Хорошо, открывается портал в галактическое ядро, фантомы уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. И я даю команду на счет рейско-вибрационными, эмоциональными энергиями, эмоций, мыслей, чувств. Пошел процесс. Все, до 100% собирается. Готово. Большие шары? Большие. Под космическим открывай портал в галактическое ядро, один, два, три. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Черт, забираешь этот негатив? Он боится так рискнуть, потому что в этой шаре все эмоции пришли, а там есть эмоции любви. Хорошо. Даю команду. Если в этом шаре присутствует энергия любви, один, два, три, она выходит из этого шара. Вышло. Отлично. Эту энергию любви посылаем обитателям этого дома. Она распределяется. Хорошо. Сейчас нормально все? Забираешь? Забираю. Отправляю черту. Готов. Готов. Хорошо. Черт, больше тогда не приходи в этот дом, мы все будем запечатывать. Ты остался довольным. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта один, два, три. Черт забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставлю пентаграмм. Готово. И ставлю пентаграмм. Ставлю пентаграмм. Готово. Ставлю пентаграмм. Готово. Ставлю пентаграмм. Готово. Ставлю пентаграмм. Готово. Ставлю пентаграмм. Готово.